Добрый день, друзья. Мы провели совещание русских националистических правых организаций. Мы нашли взаимопонимание. Мы понимаем, что мы должны делать. Мы понимаем, в каком идеологическом поле мы находимся. Мы понимаем, что мы должны обособиться и больше не допускать никакого отклонения от тех идеологических принципов, которые характеризуют правое русское националистическое движение, и больше никогда не заключать коалиции или соглашений, или даже просто вступать в какой-то диалог с организациями иного идеологического направления, потому что это размывает наши собственные политические воззрения и дезориентирует наших сторонников, действующих и потенциальных. По этой причине совещание рекомендует тем организациям, представители которых присутствовали сегодня, подписать предложенное соглашение, текст которого мы опубликуем, и в дальнейшем его принять уже на большом форуме русских национальных организаций. Мне очень радостно, что русский национализм не умер, как очень хотели либералы. Также очень мечтали о том, чтобы закончилось русское национальное движение леваки разного рода, в том числе и те, которые попытались опорочить русский марш, но кроме позора для самих себя, видимо, они не смогли достигнуть ничего. Мы продолжим нашу деятельность совместными усилиями, преодолеем все враждебные течения и увлечем за собой лучшую часть русского народа, построим русское национальное государство. В нашем заявлении, в нашем соглашении, которое мы предложили на обсуждение данному совещанию, мы обозначили главные позиции, которые, безусловно, объединяют любого человека, придерживающегося правых взглядов. Единственное то, что нас объединяет, это единство нашей правой идентичности. Все остальное нас может как-то разъединять, направлять по разным путям, но наша вера, наши идеалы, это то, что осталось у нас, и то, что мы обязаны сохранить с собой и пронести, и передать нашим преемникам, потомкам и так далее. Русское национальное сопротивление может быть только правым и под правыми знаменами. Мы предлагаем всем течением русской мысли, русской национальной мысли объединиться и договориться о совместном деле, не в рамках какой-то отдельно взятой коалиции, а в рамках отдельного соглашения, в котором будет отсутствовать какое-либо обязательство касательно вступления куда-то, или, скажем так, какие-то обязательства, которые будут ограничивать свободу той или иной организации. Поэтому для каждого в нашем соглашении, для каждой организации, для каждого лидера имеется определенная свобода. Он подписывает соглашение о том, что он не будет говорить что-то плохое в адрес другой организации, в адрес другого представителя этой организации, который, по сути, делает с ним одно и то же дело. Изначальной причиной, почему мы обратились к такому формату, стало лицезрение, стала демонстрация того самого русского или советского марша, который прошел в ноябре этого года. Мы обязаны дать ответ, дать вполне симметричный ответ той ситуации, когда левые, когда либералы захватывают наше пространство и пытаются себя объявить русским маршем. Единственная наша надежда на то, что все правоориентированные поймут и подпишут данное соглашение, и в дальнейшем мы сможем сделать уже первые шаги навстречу новому миру, навстречу новой России вместе, в едином строе, но в составе разных организаций. Удачи вам! Мы вас ждем! Сергей Зайцев, председатель общественного движения «Азов народа». Сегодня мы присутствуем на историческом моменте. С момента объединения правой коалиции уже прошло два месяца, и сегодня мы смогли сделать уже из-за маленькой коалиции большой политический гигант, заключили соглашение с различными организациями. Это была партия «Великая Россия», это российское имперское движение «Черная сотня» и многие другие организации. Также с нами уже присутствовала партия «Правый блок», моего движения «Азов народа», «Общество память», движение антибольшевиков. Мы смогли объединить самые крупные организации сегодня в один кулак, в одно крыло, которое в дальнейшем пойдет и будет уже менять Россию к лучшему. Либералы и коммунисты надеялись на то, что правое движение уже не сможет восстановиться после того долгого раскола, который длится 2012 года. Правые националисты, монархисты потерпели уже массу преследований. Кто-то был в отсидке, кто-то не смог найти общий язык. Но сегодня мы смогли договориться и мы смогли присутствовать на большом историческом моменте, который послужит большим толчком для России. И в политическом квадрате наконец-то появилось большое правое движение, которое сможет делать курс России, нацеливаясь на свои традиции, культуру, на веру и двигаться только вперед. Василий Евпавел, координатор русского имперского движения, московский отдел. Да, и наше движение тоже считает необходимым создание такой коалиции, хотя мы ее видим именно в таком ракурсе, коалиции русских антикоммунистов. Почему? Потому что это должно работать как против коммунистического фронта, так и против советско-либерального, ибо даже либерал у нас с советским душком. Для низкоммунистов, в общем-то, одно культурное и бессознательное. И поэтому только русские консерваторы, в точном понимании этого слова, смогут сделать то возрождение исторической национальной России, которой мы все чаем, я надеюсь, на должном уровне, чтобы соответствовать этому и познаниям, умениям и навыкам, и понимая те национальные задачи и цели, которые перед нами стоят, выполнить это с достоинством, ну и самое главное решить проблему, о которой говорил в свое время профессор Махнач, что наши православные не являются националистами, а наши националисты не понимают православных его корней. Так что задача перед нами стоит трудная, бою до острая, но я надеюсь, что совместными усилиями на консервативной русской почве мы это сможем сделать. Благодарю за внимание, мы русские, с нами Бог. Сегодня, в этот день, для всех простой день, но для нации исторический день, мы, представители правой коалиции, все-таки смогли собраться и договориться о будущей борьбе, о борьбе непримиримой, в которой будет одно или поражение, или самое нам чаемое желание, наша победа. Мы непримиримы с тем, что творится сейчас. Мы поставили своей целью соединить усилия тех, кто уничтожит марксизм, его черную идеологию, разделившую нацию на бедных и богатых. Эта идеология запала в умы, разделила всех на тех, кто сейчас называет себя левыми коммунистами, а мы нераздельные. Эти люди не смогли восстановить связь времен. Связь времен прервалась, а мы ее восстановим. А если связь времен прервалась, несчастья начались. Мы остановим несчастье. Казалось бы, невозможное кто-то скажет. Нет ничего более невозможного, как чудо. Но чудо явилось то, что мы договорились. И не было такого еще соглашения никогда. А теперь ждите то, что мы будем демонстрировать. И будем демонстрировать, и вы должны будете это увидеть. Мало того, мы докажем, куда мы идем своими поступками и честью и благородством. Слава Руси! Слава Руси!